Здравствуйте! Вы на канале «Умно и разумно». Сегодня речь пойдёт о пяти вещах, которые врач не имеет права делать с пациентом. Если вам нагрубили в поликлинике или требуют деньги за бесплатные услуги, не нужно этого терпеть. Первое. Грубить. Накричать, оскорбить и подпортить настроение может работник любой сферы. Но слышать это от доктора особенно неприятно, ведь к нему обращаешься за помощью и не ожидаешь чего-то плохого. Если вам тоже нагрубил врач, вы имеете право обратиться к заведующему отделением и рассказать об этой ситуации. Крайняя мера – подача письменной жалобы на это хамство. Второе. Отказывать в неотложной помощи. Медработники не должны отказывать тем, кому требуется экстренная медицинская помощь. Никакие отговорки не принимаются. В законе это чётко прописано. Нужно разобраться в терминологии. Помощь бывает неотложной, экстренной и плановой. Экстренная помощь необходима, когда есть угроза жизни пациента. Такой вид помощи обязаны оказывать в любой клинике, бесплатно и без полиса. Отсутствие оборудования или мест не может быть причиной отказа. Неотложную помощь нельзя отстрочить. Это может привести к худшему состоянию пациента, к угрозе его жизни и здоровью. Такую помощь тоже, скорее всего, окажут в той поликлинике, куда вас привезли в первую очередь. Главное отличие экстренной помощи от неотложной. В первом случае угроза жизни есть прямо сейчас, а во втором угроза может появиться в будущем. Но для неотложной помощи есть исключения. Например, при инфаркте миокарда пациента повезут в одну из крупных региональных клиник для того, чтобы сделать оперативное вмешательство на артериях сердца. Если изначально пациент попал в небольшую районную клинику, там ему введут необходимые лекарства, а после этого отправят в более крупное учреждение с необходимым оборудованием. Это будет правильной тактикой. Но это касается только экстренных случаев. В остальном врач имеет право отказаться лечить вас, но для этого ему нужно будет написать заявление руководителю учреждения. Третье. Осматривать вас при посторонних. Конечно, не все пациенты стеснительные. Кто-то не обратит внимания, если во время осмотра вдруг в кабинет зайдёт посторонний человек. А кому-то такая ситуация покажется очень неприятной. По закону, любые сведения, полученные во время обследования, составляют врачебную тайну. Поэтому осмотр должен проходить без посторонних лиц. А если в кабинет кто-то зашёл, вы можете напомнить о своём правиле на полную конфиденциальность и попросить провести осмотр без третьих лиц. Кроме врача и медсестры, которая ему ассистирует, в кабинете могут находиться только те люди, на чьё присутствие вы дали письменное согласие. Четвёртое. Лечить или вакцинировать пациента без его на то согласия. Вам могут назначить врачебный осмотр, анализы, лечение и любое другое медицинское вмешательство. Только после того, как проинформируют вас и получат добровольное согласие на это. А для несовершеннолетнего нужно письменное согласие его родителей или законных опекунов. То же самое касается и прививок. Врач может рассказать вам о пользе вакцинации, привести убедительные доводы и попробовать уговорить вас. Но заставить он не может. Прививать или не прививать детей решают их родители или законные опекуны. Но они должны понимать, что у этого решения могут быть последствия. При отсутствии прививок вам могут запретить въезд в некоторые страны, отказать в приёме в образовательные организации и оздоровительные учреждения, или же не взять на работу или отстранить от неё. Если у вас и вашего ребёнка без спроса взяли анализы, вас заставляют делать прививку или принимать неизвестные лекарства, вы можете написать жалобу в комитет здравоохранения вашего города. После этого виновных накажут. Пятое. Отказывать в замене лечащего врача. Пациент имеет право выбрать медицинское учреждение или лечащего врача. Если у вас возник конфликт с доктором или по какой-то причине вы не хотите, чтобы он лечил вас, можно попросить главврача о замене. Для этого нужно написать заявление и указать причину. Вот список врачей, которым вы можете потребовать замену. Также вы можете сменить поликлинику. Для этого нужно прикрепиться к другому учреждению, подать письменное заявление и ждать перевода. Вас обязательно должны перевести, если только клиника не переполнена. Однако заменить лечащего врача и поликлинику можно только раз в год, за исключением случаев, когда вы переехали жить в другое место. Желаю вам крепкого здоровья. Кому понравилось видео, комментируйте, делитесь со своими друзьями, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь. Всем пока!